Мы продолжаем и в эфире программа «Область доверия». Программа, в рамках которой каждый житель нашего региона может со своим вопросом обратиться лично к губернатору области Валерию Шанцеву. Он уже в нашей студии. Валерий Павлиныч, добрый вечер. Валерий Павлиныч, в новостной части программы буквально только что мы сообщили о том, что установлен новый рекорд рождаемости в Нижегородской области. По данным ЗАГСа, впервые в 21 веке такое огромное количество новорожденных. Как вы считаете, с чем связано это? Здесь целый комплекс таких вот произошедших изменений, позитивных, которые сегодня стимулируют создание семей. Во-первых, у нас по прошлому году тоже очень большое количество браков заключено, 25 тысяч. Снизилось количество разводов на 16%. Родовспоможение мы довольно-таки серьезно эту систему перестроили. Оно сегодня трехуровневое. Есть в режиме онлайн, наблюдаются все женщины, которые находятся в этом интересном положении. И после этого они распределяются по уровням нашей системы в зависимости от сложности предстоящих родов, от того, как прошел предродовый период. Дальше детские садики, сколько построили, ликвидировали очередность для детей от трех до семи лет. Тоже каждая мамочка думает о том, чтобы продолжить свою карьеру, заработать деньги для того, чтобы семья хорошо содержалась. Посмотрите, среднедушевые доходы в 2015 году у нас впервые превысили средний уровень по России. И коэффициент отношения среднедушевых доходов к прожиточному минимуму стал уже не два, как в 2005 году, а почти четыре. Может возникнуть вопрос, почему 40,5 тысяч родилось, а 39 тысяч семей. Дело в том, что у нас за это время, за год, родилось 500 двоин. В шести семьях родились тройняшки. А в одной семье Шутовых, мы показывали с вами ее, четверняшки родились. Понимаете, вот это все тоже положительные новые явления. Четверняшек не было уже лет 15. Валерий Павлинович, звонок от телезрителей. Алло, говорите, пожалуйста, в эфире. Алло. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер, Валерий Павлинович. Меня зовут Лариса Владимировна. Я проживаю в Канавинском районе, улица Крановая, дом 21. Обращаюсь к вам с такой проблемой. В нашем доме, в подъезде, где я живу, в очередной раз обрушился козырек. Первый раз обрушение произошло года два назад. Мы забили тревогу, так как все эти козырьки еле-еле прибиты над всеми тремя подъездами. Неоднократно обращались в ЖЭК. Вот на горячую вот эту линию 268 тысячи. Ну, уже мастер пришел и приколотил вот эту огромную железную, которая упавшую конструкцию, просто на гвозди. Естественно, она через какое-то время опять упала. Они опять пришли, опять его прибили. И вот две недели назад козырек упал в третий раз. Я вот говорю, слава богу, что никто не пострадал из наших детей. Вот и не мы, никто. Ну, сколько можно испытывать судьбу? Ведь козырек это огромная тяжесть и металлическая конструкция. Вот две недели он так и валяется возле подъезда. Никому нет дела. А ведь все-таки это угроза жизни. Да, вот я вот не знаю, вот поэтому вот и вынуждена от имени всех жильцов и к вам обратиться, Валерий Павлинович, у нас последняя надежда предотвратить беду. Потому что я не знаю, вот наш упал козырек, а те на двух подъездах тоже могут в любое время грохнуться, потому что они просто приляпанные. Ладно, я обязательно вмешаюсь и потребую от городских властей, районных и домоуправляющих компаний, чтобы навели порядок и обеспечили прочное крепление этих козырьков или переделали конструкцию. Одним словом, чтобы был порядок. Валерий Павлинович, на этой неделе стало известно, что программа поддержки инициатив местных жителей в 2016 году будет продолжена и увеличена финансирование этой программы. Почему решили не только продолжать, но и увеличивать? Это удивительно хороший проект. Он важен очень для жителей, для нас всех. Почему? Потому что мы начали это три года назад, и сначала были пилотные выбраны районы, пять районов северных, небольшое количество проектов, там около 30-32, по-моему. И когда мы их начали сдавать, я встречался сам с жителями, и они очень интересные вещи рассказывали. Во-первых, поблагодарили за этот проект, потому что мы стали собираться. И друг друга увидели, узнали, кто живет со мной рядом, как он настроен, как он мыслит. Мы все патриоты своей улицы, своего поселения. И ведь собирали-то средств немного. По первому году 85% было областных средств. 10% муниципалитет, и только 5% собирали жителей. Но после того, когда они собрали это небольшое количество денег, они контролировали, как этот проект реализован. И потом взяли его под охрану, чтобы его никто не разрушил. Ведь у нас часто бывают новые совершенно вещи, там, детские площадки так изуродуют за короткий промежуток времени. Или там граффити нарисуют, или еще чего-нибудь. Ну, то есть, больше власть ремонтирует то, что жители ломают. Вот в данном случае происходит процесс, что это мое уже теперь. Что вы, пожалуйста, и детей уже там соответствующим образом воспитывают и предупреждают их всякие поступки в этом направлении. Финансируем 75% из областного бюджета, 20% это муниципалитеты, и 5% это население. В этом году, в 2016, мы сохраняем финансирование в том объеме, в котором было в прошлом году. Ну, и также включили в реестр дополнительных наших обязательств. Если будут дополнительные доходы, то еще добавим. Потому что очень полезные мероприятия. Валерий Павлович, кроме вот таких небольших, важных, конечно, но небольших проектов, есть и глобальные проекты в области. Один из них это строительство новой ветки метро. Вот в конце прошлой недели вы посещали тупики, которые идут от станции Московской. Когда туда придет уже тоннель-проходческий щит? Ну, по нашим планам, тоннель-проходческий комплекс «Татьяна» придет туда через полгода. Сначала по проекту организации строительных работ мы предполагали, что придет второй щит. И мы его также запустим параллельно, чтобы он делал второй туннель. Потому что два туннеля нужно. Но сейчас посчитали специалисты, что можно обойтись одним туннелем. Он дойдет до камеры, которую мы, кстати, тоже посещали, видели ее. Там его разберут, вернут обратно на мещеру. И он пойдет второй туннель. По срокам у нас получается, что вот такая технология обеспечит сроки строительства. Ну и, конечно, тупики оборотные надо было проинспектировать. Я это сам сделал со специалистами. Там есть оборотные тупики, которые построены еще 20 лет тому назад. А вот новые оборотные тупики мы построили, когда станцию Горьковская вводили. Это где-то около 360 метров. Вот к моему удивлению такому, тупики, которые построили давно, находятся в хорошем состоянии. Нам только там надо сделать дорожную одежду, шпалы, рельсы. Ну и, естественно, обустроить сами туннели кабелями электроснабжения, автоматикой и так далее. Все это реальные вещи. Но я увидел, как гордо метростроители докладывали, вот видите, наша работа. Она стоит, она и сегодня актуальна. И тупики эти пригодились как раз для того, чтобы удешевить строительство станции и соединить ее с московской. Валерий Павлович, второй важный объект, который строится, это сам стадион ЧМФ. В 2018 году регулярно о нем рассказываем. Строительство идет с опережением срока. Но вот вчера стало известно, что в этом году уже начнут готовить волонтеров, которые будут задействованы в ЧМФ. Но волонтеры, они за свою работу денег не берут. А желающих хоть отбавляй. Вот почему? Ну, мы вообще первый раз это движение широко развернули, когда готовились к зимнему Олимпийскому игру в Сочи. На Мещерском фоке был развернут такой центр подготовки волонтеров. Тоже очень много было желающих. Ну, во-первых, съездить в Сочи, а потом пообщаться со всем миром, со всех концов нашего земного шарика. Приезжают люди разного уровня подготовки, разные по культуре, по обычаям, разные языки. Ну, любое общение развивает человека. И, конечно, люди хотят общаться сегодня. Мы сегодня открытая страна, так же, как и все другие. Поэтому и на Чемпионате мира такое общение предполагается в очень больших масштабах. И, конечно, быть волонтером – это почетно, приятно. Ну, а потом не секрет, что все-таки волонтеры будут бесплатно посещать все мероприятия Чемпионата мира. Это тоже очень важно, чтобы не искать возможности, где там можно приобрести эти билеты. И вот в этом году, уже во втором квартале, если мы готовили к Сочи на Мещере, то по Чемпионату мира будем готовить на базе нашего университета имени Лобачевского. Звонок от телезрителей. Алло, говорите, пожалуйста, в эфире. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, слушаю вас. Валерий Павлович. Да, здравствуйте. Житель автозаводского района Сергей Александрович вам звонит. Знаете, по какому вопросу? По вопросу наружного освещения. Так. Свет зажигает очень рано. И выключает очень поздно. Вот обращался в администрацию автозаводского района к Аникину, начальнику наружного освещения, отдела наружного освещения. Наверное, уже с месяца назад. Все сказал, что разберемся, разберемся. Сейчас вот на работу вышел, езжу водителем. Смотрю, вот пролетарка, Новикова прибоя. Сегодня вот посмотрел. От новости до площади Комсомольская, у термали. Свет зажигает где-то без 15-4 и выключает 15-20 минут девятого. Все говорят, что электротранспорт этот не хватает денег. А тут столько прогорает зря. Сергей Александрович, вы правильно оценили ситуацию. Еще во многих районах есть. Правильно оценили ситуацию. Денежки надо считать, которые в бюджете есть и которые налогоплательщики платят. Ну уж при сегодняшнем уровне развития техники поставить реле, которое бы автоматически включали по определенному режиму освещенности всю сеть осветительную наружную. Ну, наверное, это не стоит больших денег, но даст большую экономию. Поэтому я обязательно подскажу и нашим контролирующим органам, и руководству города. Валерий Павлович, на заседании Законительного собрания по инициативе фракции «Единая Россия» был принят в первом чтении проект о льготах для людей, которые старше 70 лет, по оплате за капремонт. Вот в чем необходимость подобного законопроекта? Ну, знаете, в любом деле нужна какая-то такая справедливость человеческая. Люди старшего поколения, которым сейчас по 70-80 лет, они долгое время, хорошо работая, когда было все наше общее, да, и когда не было собственности у нас на жилье, да, жилье было государственное, прожили в этих домах, которые не проходили капитального ремонта. И условия у них ничуть не улучшились, а может быть даже и улучшились. Поэтому государству сегодня в лице органов государственной власти, и депутаты здесь поддержали нас в этом плане, они внесли эту инициативу. Мы посчитали, что это коснется 320 тысяч человек. Первое чтение прошло, сейчас при подготовке к второму чтению мы точно совершенно по просьбе депутатов найдем определенные ресурсы, где-то это в районе 80-90 миллионов, с тем, чтобы эти льготы были реализованы. Потому что речь не идет о том, чтобы уменьшить объемы финансирования капитального ремонта. Просто за этих людей будет платить бюджет, деньги. И я думаю, что это правильно, потому что они свои средства много лет вкладывали, в том числе и в жилье, в виде различных налогов, платежей. Тот, кто помоложе, имеет собственные квартиры, тот, имея длительную историю еще и работы, и получение хороших зарплат, тот будет платить так, как положено. Время программы, к сожалению, стекло. Вот звонки от жителей региона, которые вам поступили за время программы. Хорошо. Обязательно все вопросы рассмотрим и дадим ответы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова